В Тверской области продолжается диспансеризация, в том числе углубленная. А кроме того, идут профилактические осмотры населения. С начала года диспансеризацию прошли 55 097 человек, а профосмотры 20 819. Мероприятиями также охвачены 56 382 ребенка. Это одно из ключевых направлений национального проекта здравоохранения. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, который включает в себя как плановый медосмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Это позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда их лечение наиболее эффективно. Наша съемочная группа решила выяснить, когда люди обращаются к доктору, выделяют ли время для прохождения диспансеризации. И вот что нам ответили тверичане. У меня мама проходила диспансеризацию, мне приходилось смс по месту прописки пройти, но я живу в городе и не проходила. А так, конечно, нужно следить за своим здоровьем, систематически проверяться. Тем более, у всех такая занятость, и, наверное, тяжело людей организовать, чтобы действительно проверить свое здоровье. Взяли общий анализ, отправили к терапевту. Я считаю, что это недостойно для людей. Надо бы уже действовать другими методами, более современными. Когда это не фикция на бумаге, а действительно проверка здоровья людей, вот тогда бы я пошла. Я проходила, меня это вполне устроило. Да, мне это помогло в какой-то мере узнать о своем здоровье. Я работаю в медицинском учреждении, да, мы проходим каждый год. Делается это для правильных вещей, потому что мы должны следить за здоровьем. С точки зрения даже государственного управления лучше предотвратить заболевание, чем дешевле, чем его лечить. Но трудно сказать, как делать у нас, потому что я, к сожалению, бесплатной медициной не пользуюсь. Вот, ввиду ее низкого качества, поэтому вот как бы слышала от своих коллег и родственников, что диспансеризация в час проходит для галочки. Сама работала диспансеризация 30 человек за 6 часов. Это ни о чем. Из моих родственников никто ее почему-то не проходил, но вот сейчас дедушка с бабушкой будут проходить. Я их заставлю, да. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Заранее следует утащить в регистратуре время работы кабинетов и расписание работы специалистов, а также при необходимости, как подготовиться к тому или иному обследованию. Записаться можно по телефону горячей линии 122 через кабинет «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций, через региональный портал medregtver.ru, через колл-центр поликлиник. Пациенту необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Продолжение следует...